Опа, блин, прочти дисклеймер. Мы откроем сразу видосик. Кстати, я вчера немножечко протупил и записал другой ролик с антивирусниками. Я не из той папки начал проверять. Типа у нас вот, видите, проверяю 0402, а я из антивирусника проверял вчера. Поэтому, как только вы наберете 5000 лайков и 500 комментариев, мы выложим еще один ролик с данной тематикой. Опять Google озвучка. За это, к сожалению, мы снимаем полбала. Нам показали, как скачивают. Ах, смотрите, он даже сделал ярлычок прикольный. Типа ковшик, и здесь ковшик. Блин, классно сделано. Как нас просят, я отключу Windows Defender. Нужно отключить все антивирусные программы. Вам я ни в коем случае не советую так делать. Я лично на своих рабочих компах никогда не отключаю его. О, прикольный установочник. Так. Полера, как всегда, ага, скрывают. Мне кажется, или там, вот смотрите, папочка другое. Там какие-то непотребства. Я же говорил, смотри. Непотребства смотрят всякие. Костян, заблежи обязательно. Дальше запускается сама программа ковшик. Так, быстрое сканирование, фуллсканава. Чего? Исключение настройки о ковшике. Зачем-то спойлер закрывает часть программы. Непонятно зачем. А после этого он запускает стендов. А, 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 он типа запустил ковшик. После этого запустил свою же программу. Стендов 2, которую мы проверяли в прошлом ролике. Кстати, у нас, кто не знает, у нас со стендов 2 не произошла небольшая стычка. Теперь роликов на нашем канале со стендов 2 нет и не будет. Мы хотим в ближайшее время сделать бусти, туда залить все ролики, которые были удалены и, возможно, туда выпускать новый контент, допустим, с проверкой платных разных программ. На ютубе, потому что навряд ли разрешат проверку действительно рабочих читов. Парень постарался и, скорее всего, стендов 2 вот этот заменил на другую программку, которая просто открывается и говорит, что здесь обнаружена угроза. Мне очень интересно посмотреть, что будет внутри. В принципе, нам продемонстрировали, как работает. Нам показали, как скачали. Нам показали установку. Не хватает только озвучки. Поэтому я поставлю максимум 4 балла за такое видео. Вот по чуть-чуть не хватает. У тебя постоянно вирус new? Я за видео ставлю четверку. Вот где-то какой-то вот чуть-чуть балльчика не хватает до пятерочки. Давайте, попробуем запустить. А Коша готов к установке установить. Данный антивирус может причинить вред Шиндусу. Перед тем, как проверять, я бы воспользовался своей флешечкой. Только недавно узнал, что есть портативные браузеры. Я закинул на флешку браузер, для того, чтобы куки нигде не сохранялись. И я спокойно мог зайти в наш любимый Лолс, для того, чтобы получить аккаунт с VPN. Обычно я такой использую для проверки недохакеров. Но я видел в комментариях, какой-то умник предложил скинуть мне реальные вирусы. Так что я, пожалуй, здесь тоже воспользуюсь этой штукой. Так, надеюсь, что Костян еще не успел спалить. Последний раз я показывал аккаунт. Я не знаю, что произошло, но продавцы VPN-ов, похоже, посмотрели мои ролики и увидели, что я постоянно покупаю по 100 рублей. И начали ценники выставлять по 1000 рублей. Благо, у меня где-то здесь есть завалявшийся вот аккаунт. Скачиваем быстренько VPN-чик и сейчас воспользуемся этим аккаунтом. Ну а пока скачивается VPN, я расскажу вам про Loasty Market. Это огромнейший сайт, на котором вы можете купить абсолютно любой аккаунт с любой платформы. Вы посмотрите, сколько здесь платформ. А аккаунтов здесь больше 500 тысяч. Я как-то проверял, было 700 тысяч в один момент. Возможно, сейчас уже к миллиону подходит. При выборе какой-то платформы, допустим, Steam, у вас открывается огромнейший фильтр. Вы можете выставить все, что угодно. Какие баны, там, тырым-пырым. Допустим, вот смотрите. No Limit, 340 рублей аккаунт стоит. Он себя позиционирует, как аккаунт Spray. Но помимо этого, здесь есть различные игры. Также есть вся информация про данный аккаунт, про все покупки. И перед покупкой данного аккаунта, Loasty всегда проверит данного продавца. И если с аккаунтом все в порядке, он напишет, что аккаунт валидный. Если там будут какие-то вопросы. Допустим, случайно появился ВАК или еще какая-то информация. То вас всегда остановят и скажут, лучше купить у другого продавца. Поэтому на момент покупки вас никто не сможет обмануть. Но в течение нескольких дней вы можете открыть денежный спор и вернуть деньги. Либо же поменять аккаунт. Все зависит от продавца. Да, отлично, аккаунт еще костян не спалил. Если у вас, по крайней мере, костяна не будет, то точно аккаунты не придется покупать постоянно. Теперь возвращаемся к нашему ковшику. Ковшик Варнин. Ты, по-моему, что-то перепутал вирус с нее. Типа, надо было наоборот. Вот, несет ответственность. Типа, мы убираем галочку, поэтому он не несет. Пошла установка. Прикольная снизу установочка. Пишет, что, типа, устанавливается какой-то фотошоп, мусорка, ковшик ЭКЗ. Давай вирусы. Блин, вот если бы в конце написал вирус, было бы еще прикольнее. Ковшик успешно установлен. Создать ярлык, открыть ковшик, запустить вирусы. Две последние галочки мы не можем убрать. Не, продумано. Просто пипец классно, чел. Я всегда говорил, что у вас достаточно прикольные программки получаются. Я напоминаю 5000 лайков и 500 комментариев, и мы выкладываем вторую часть, которая уже отснята. Нажимаем продолжить. Музычка. Перезагрузить компьютер для отключения контроля учетной записи. Отключение ОАК. Твою мать. Процесс завершен. Game, Ben, Excel. Что? Пон. Паминника прочитана. Открыть ковшик. Диспетчер задачи. Он закрыл диспетчер задачи. Говнюк. Э. Э. Чего? Это... Я админ, ё... Ты чё? Так. Твою мать. Возвращаем обратно. Я тебя переиграю. Я тебя переиграю. У нас уже нету доступа ни к чему. Меня очень... Твою мать, да хватит. Windows, Gazprom, USK, Yabi, AHK. Блин, ну это вообще жесть. Я уже не могу пользоваться компьютером. У меня нету доступа ни к чему. Абар Акзе. Так, открыть ковшик. Ну и нах тебе два ковшика-то, а. Чел. Не, ну это же... Так, а что будет в конце? Ты же мог просто нажать на Бухуте, чтобы... Путин Экзе, наш любимый. Кстати, кто не помнит? Я как-то проверял. Вроде Шкала в Дюте было. И там реально был Путин Экзе. Который воровал был стилером настоящим. Не от нашего конкурсанта. Ладно, прикольно, что ты вспомнил это. Блин, это жесть. Проводником я не могу пользоваться. Диспетчер задач я не могу открыть. Вин плюс Р это выполнение. Я не могу открыть. ЦМД я не могу открыть. Так, хорошо, давайте. Отлично. Что? Он меняет курсор внутри программы? Заказать пиццу. А, эта штука еще не закрывается. Смотрите, у нее нету... А, реально пицца есть? Так, подожди, че? Костян, не замазывай ПЖ. Адрес твоей почты. Номер телефона. Адрес твой. Оформить заказ. Не отправляйте эти данные в ФСБ. Блин, прикольно сделано. А я уже забыл, куда вписывать. Давайте попробуем писать просто. На каракули... Да ладно? Да так серьезно? Адрес твоей... А, почта твоей. Мы заказываем пиццу на адрес. Я тебе понял, конечно. Ну, давайте попробуем закинуть. Так, номер телефона... А, еще и адрес надо. Идет проверка с гмейлом. Смотрите. Отправка. Она реально что-то думает. Я буду угорать, если сейчас он скинет картинку пиццы. Входящие. Но пока ничего не пришло на почту. Мне удалось уформить заказ. Приятного аппетита. Спасибо. Блин. Ну, было бы прикольно, если бы он, допустим, картинку пиццы отправлял мне на почту. На вооружение возьми. Блин. Жесть программа. Давайте зайдем все-таки на стройке. А то мы тут лазим где-то по всякой фигне. По версиях окон. Она и так была по версиях окону. Баня, диспетч задачи и тому подобный мусор. А, вот оно че. Так, отправляют подозрительные файлы в ФСБ. Ежесекундно добавляют авто запуск для наилучшей защиты. Отобрать иконку. А, все остальное премиум. Понятно. Исключение. Это как в GTA 2. Кто, может, помнит, играл. Там можно было на shift вроде, на какую-то клавишу типа пердеть. Давайте все-таки проверим данным антивирусником наш компьютер. Быстро сканава. Пошло сканирование. Какие-то проценты тут, причем они хаотичные. Тут музыку можно менять. Но у нас осталось только сделать полное сканирование. Загрузка процессора 101%. Все, я понял. Это не настоящее. Опа. Ничего себе, он нашел 4 угру. Блин, мне кажется, после полного сканирования он должен удалять винду. Короче, файл, который отвечает за загрузку винды. И он укажет, что это как угроза, удалит ее, и мы больше не зайдем в винду. Это, конечно, было бы прикольно, с одной стороны, но я не особо это приветствую. 242 градуса. Это вообще жесть. Что такое? Я думаю, если бы такая реально была мощность. Сканирование завершено. Блин, прикольно сделана озвучка эта. Так, вопрос. Что будет после нажатия удалить? Мне кажется, все-таки должна удалиться винда. Но это прям идеальное завершение данной программы. Погнали проверим, что за угроза нашел антивирусник от нашего конкурсанта. Ага. О-хо-хо-хо! По 400% и градусов сейчас до 1000 дойдет, да? Для полного удаления требуется перезагрузка. Перезагрузить сегодня. Я бы сейчас хотел. Угроз А, И, О, Ку успешно удалили. Пошла перезагрузка. Это, наверное, самая крутая программа за все время. Визуал, конечно, не суперкрутой, но, блин, с точки зрения всяких рофлов, всяких функций, это просто эталонная программа. Стоп, пидрофор! Где де... Па-блок в носках, в труб... Так. Ха-ха-ха! Он реально сделал рекламу. Так. Рабочий стол у нас закрыт. Па-блок в носках, в труб... Асильно в треграх... Я не могу открыть диспетч задач. У меня постоянно реклама всяких нехороших вещей, которые заблокированы у нас на ютубе. Давайте попробуем перезагрузиться. А-а-а! Серьезно? Ты настолько... Смотрите, он удалил... Убрал кнопку выключения. Но, смотрите, я могу сменить пользователя. Здесь тоже музыка играет. И здесь уже с помощью шифта перезагрузиться и зайти в режим отладки. Либо не могу это сделать, потому что он сделал защиту и теперь в синий экран бросает. Я просто в шоке с этого чела. Он просто гениален. Не успев загрузить как раз-таки его экзешку, мы смогли зайти сюда. Во. Так. Включить безопасный режим. Это четверочка. Сейчас перезагружаемся, заходим в безопасный режим. И если там тоже какие-то вот такие штуки, то это все. Что-то запустилось на секундочку. Диспетч из дачи точно так же закрыт. По крайней мере, мы можем, можем заходить в компьютер. Нет, ничего не можем. Смотрите. Из-за того, что драйвера нету, нету музыки. По-прежнему здесь открываются все эти ставки. Все. С этим компьютером уже ничего не сделать. Единственный вариант только как раз-таки переустанавливать винду. Я вот сейчас в такая флешечка. Опять-таки нельзя здесь ничего сделать. Сменяем пользователя и пытаемся перезагрузиться. Заходим в BIOS. Ай, крашнуло естественно после этого. Реально, кстати, защита, чтобы не зайти в безопасный режим. Теперь мы заходим в нашу флешечку. Сейчас будем накатывать винду. Я переустановил винду. Заходим обратно в браузер. И я не могу уйти, не скинув соточку нашему конкурсанту. Он оставил ссылочку на Donation Alerts. Как я уже рассказал кучу раз, я скидываю соточку, если у ребяток реально крутая программа. Ну а Virus New есть все шансы победить в этом месяце. Денежка улетела. Огромное спасибо Virus New за его крутую программу. Я, кстати, даже оплатил. Я даже оплатил комиссию, чтобы ему пришло ровно 100 рублей. Все, чел. Огромное тебе спасибо. Надеюсь, что ты еще будешь делать интересные программки для нас. Ну а мы? У нас немножко осталось времени. Давайте быстренько проверим еще одного конкурсанта. А вы посмотрите, сколько еще у нас есть людей. Напоминаю, 5000 лайков. Я очень хочу, чтобы вы набрали на этом ролике и на следующем. Чтобы как можно скорее мы проверили еще другие конкурсантов. Так, у нас есть сайт у этого. Кстати, а что я убежал? Я же оценку не поставил предыдущему. Virus New, как всегда, за Virus 5, за программу 5. Даже я за программу шу. Но это не 7 баллов. 7 баллов, если бы еще визуал прям, блин. Но там визуал мы могли сами выбрать. Я помню, мы уже оставили 7 баллов чуваку, который сделал Rockstar вроде как, Launcher, либо Epic Games. Ну там реально бомбовый, прям один в один был, выглядел. Здесь же просто функционала немеряно. Поэтому давайте так, да. Я поставлю 7 баллов за программу, 5 баллов за вирусы. Ну а за видео, к сожалению, 4 балла все так же. Очень бы хотелось поставить пятерку, но в любом случае программа полностью покрывает видео. Поэтому итоговая оценка у данного конкурсанта, мне кажется, будет самая высокая. Здесь озвучки вообще нет. Минус 1 балл. В принципе, с установкой все понятно. Давайте скачаем. Давайте попробуем установить данную программку. Что-то очень долго думает и почему-то она не хочет открываться. Так, нет, все нормально, запустилось. Почему-то дважды от имени... А, две программки, ты слышишь? На этом кончается ролик. В принципе, блин. А вот можно считать, что есть здесь геймплей? Костян, конечно, напридумывал всяких идей. Давайте проверим антивирусники, сделаем вирусные. А как оценивать это? Я вот не знаю. Геймплей здесь был. Ну как бы он показал программу. Ну это же программа. По итогу, если бы высветилось какое-нибудь окошко, как у вирус Нью, то было бы совершенно по-другому. Но в любом случае, у нас нет озвучки. Давайте здесь все-таки поставим 3 балла. Вот мне очень... Мне хотелось бы поставить честно выше. Запускаем программу. Буст системы. Проверка ист... Ой, как у нас подлагивает. А у него не лагало. Так, купить. Ради вас готовы на все. В скобочках нет. Интернет защита. Так, хорошо. Давайте купить нажмем. Кидает на Донейшн Лер, скорее всего. Хорошо, пока оставим ссылочку. Нажимаем назад. У нас есть история. История пуста. Восстановить, очистить историю. Интересно. Так, назад. А, бут системы. Давайте попробуем забустить систему. Я сразу открою диспетчер задать, чтобы посмотреть. Действительно ли... Ну оно что-то напрягается по чуть-чуть. А зачем ты ждал? Это не рабочая функция, а просто для вида. Ты перейдешь на главный экран через 5 сек. А, я же сказал, что ничего не происходит. Ладно, прикольно. Так, настройки есть. Windows 10 Pro. Версия такая-то. Desktop. О, на базе. Ага. О! Вот тут вопрос. Он действительно или берет данные с нашего компьютера, либо чувак просто вписал данные, которые знают, которые у меня есть на компе. Ну, допустим, название компа это не так сложно найти. Вот это вот. Блин, это прикольно. Классно. Но функционалы, вы посмотрите. Все, мы потыкали, уже все и кончилось. Возможно, после нажатия проверки, что-то произойдет интересно. Поэтому я не вижу смысла ждать. Давайте посмотрим, что за проверку устроит этот антивирусник от нашего подписчика. Пошла какая-то проверка. Итоги пусто. Сканирование. Зачем-то он запустил... Я не буду одевать наушники. У меня аж волосы на ногах встали. У меня мурашки пошли. Так, please buy the pro версию, окей. А, нам нужно pro версию купить. Я тебя понял. Но тут идет сканирование. Начатое время такое-то, время такое-то. Почему-то время встало, кстати. А, законченное время. Законченное. Окончание времени сканирования, типа, произошло. Вот. И что, и все? Парень воспользовался не лицензионным компилятором. Из-за этого, возможно, у нас не продолжается проверка. Либо он специально так сделал. Чтобы мы зашли назад. Нажали купить. Чтобы скинуть ему донат. Блин, и что? На этом ко... Не, конечно, прикольненько сделано. Но как-то... Очень мало. Очень обидно, блин, чел. Я бы скинул соточку, если бы у тебя вирус до конца проработал. Но за скример, блядь. Я тебя пока что дисквалифицирую. Я надеюсь, что ты увидишь данный ролик. Переделаешь свою программку. Сделаешь все нормально, чтобы она работала. Чтобы нам мешало пользоваться виндой. И в следующий раз поставлю хорошую оценочку. И, естественно, скину соточку. Как вирус Нью в этом ролике. И на этом мы будем заканчивать. Ну а я вам, как всегда, желаю хороших антивирусников, чтобы не ловить вирусы, как у меня. Ну и до скорых встреч. Ведь ролики выходят буквально через день.